В Центральной городской райадминистрации на двери надпись «Приема нет». Подошедшим посетителям объясняют, большинство сотрудников отпустили домой. На местах оставили лишь начальников отделов. Однако на этом меры предосторожности в здании закончились. Позже нам сообщили, специалистов никто не выводил и кабинеты не обыскивал. Однако патрулирование города в связи со взрывами сейчас усилено. Контролируют общественный порядок дополнительные отряды внутренних войск. Как только утром стало известно ОЧП, военнослужащим выдали оружие и приготовили боевую технику. Они ходят группами по 3-4 солдата. Всего патрулируют город 50 военных. В городе Макеевске несет службу 50 военнослужащих, милицейского полка внутренних войск для оказания помощи работникам милиции в охране общественного порядка. На Прихановской автостанции о потенциальной опасности также предупреждены. Водители говорят, и диспетчеры, и руководства все еще растеряны. Но уже порекомендовали им проверять салоны и быть внимательными к пассажирам и в пути. Диспетчера предупредили всех водителей, чтобы смотрели после выхода пассажиров с салона, чтобы никаких вещей не оставалось в машинах. Сам директор звонил, чтобы мы проверяли салоны. Нам уже все предупредили, мы знаем. И пригодитель нам тоже сказал. В целом же в городе паники нет. Но жители говорят, подобного ОЧП не помнят, и поэтому за жизнь родных все же опасаются. Плохое настроение, очень плохое. Мы жили все время тихо и спокойно в нашей Макеевке. И вот почему-то какие-то, извините, идиоты нарушили наш покой. Им просто нет пощады. Мы очень все переживаем. Все сотрудники на работе, все спешат домой. Не, ну опасаемся, конечно. Ну, надеемся, что наши органы, короче, быстро решат эту проблему. Пока, может, не проникся сильно. Ну, так, конечно, опасаемся, потому что... Ну, все равно страшно такие вещи, когда происходят, так же. В половине пятого взорванный фасад объединения Макеев-Уголь частично восстановлен. Выбитые окна на верхних этажах затягивают целлофаном. Пока въезд к зданию закрыт. Рядом дежурят один пожарный автомобиль и милицейская криминальная лаборатория. Оксана Виттер, Владимир Ребриков, Панорама.